День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня наша задача рассмотреть дополнительные ресурсы, благодаря которым мы сможем пригласить людей на нашу фан-страницу. Итак, выходим на редактированную страницу, обновить информацию. И с левой стороны у нас появляется ссылка «Ресурсы». Переходим на нее. И перед нами открывается окно, где мы видим три поля. Первое – это «Продвигайте вашу страницу», «Увеличивайте количество поклонников» и «Дополнительные ресурсы». Переходим в первую секцию «Продвигайте вашу страницу». Как развивать вашу страницу? Ссылка. Как только вы на нее кликаете, вы попадаете на страницу Фейсбука. Фейсбук предлагает вам несколько страниц, к которым вы можете присоединиться. Я выбрала конкретную страницу Фейсбука. И сейчас мы просто посмотрим, каким образом мы можем прочитать эту информацию. Вот наведя курсорчик на эти странички, вы прямо сразу же видите, сколько ваших друзей присоединилось к этой странице. Здесь сразу же идет иконка, которая показывает количество этих друзей. Если я выбираю какую-либо страничку, то информация идет на английском языке. Но для того, чтобы прочитать эту информацию, достаточно сделать следующее. Спуститься вниз и посмотреть. У каждой практической информации рядом с этой информацией на английском языке есть ссылка «Просмотреть перевод». Кликаем на нее и видим, что у нас здесь есть перевод уже на русский язык. Вот таким образом вы можете изучать странички Фейсбука. Они дают очень много информации по работе со страницами. Итак, возвращаемся обратно на нашу страничку. И переходим к секции «Увеличивайте количество поклонников». Первая ссылка в этой секции – это реклама на Фейсбук. Реклама на Фейсбук платная, но очень достойная. По статистике известно, что эта реклама очень результативна. Вы здесь проходите по предлагаемым вам функциям и определяете, с чем, как вы будете работать и создавать эту рекламу. Практически здесь все очень просто, никаких проблем это не вызывает. Реклама вашей страницы или реклама вашего продукта будет показываться регулярно для того круга читателей, которым эта информация будет интересна. Фейсбук сам подберет целевую аудиторию. Переходим к следующему ресурсу. «Пригласить людей из списка контактов электронной почты». Кликнув по этой ссылке, перед вами появляется вот такое окно. Здесь вы можете пригласить людей из таких ресурсов, как Skype, Mail.ru, ВКонтакте и вот весь предлагаемый список. Если вы захотите пригласить людей со Скайпа, делается это очень просто. Вы нажимаете ссылку «Пригласить контакты». Вам предлагают ввести свое имя в Скайпе, пароль. И кликаете на кнопку «Пригласить контакты». Перед вами появляется список ваших контактов в Скайпе. Вы выбираете те контакты, которые вам необходимы. И Фейсбук самостоятельно рассылает им приглашение на вашу страничку. Здесь есть и другая электронная почта. Например, такая электронная почта, как Gmail, она здесь не показана в отдельной вкладке. Поэтому мы просто вводим электронный адрес своей почты в Gmail, вводим пароль электронной почты, и действия абсолютно те же самые. Приглашаем контакты. Перед вами открываются все контакты вашей почты. Вы выделяете их, соглашаетесь с Фейсбуком на приглашение, и Фейсбук рассылает конкретное приглашение вашим знакомым. Обратите внимание на то, что чтобы определить и разобрать всю эту работу, вам достаточно кликнуть на ссылку «Подробнее вам будет дана информация». А вот здесь есть ссылка, которая гласит, что максимальное число контактов 5000 единиц. Но это единовременно. То есть за сегодняшний день, и одноразово вы можете пригласить не более 5000. Следующая ссылка. Это ссылка «Используйте социальные плагины». Перейдя по этой ссылке, мы выходим на страницу социальных плагинов, которые нам предлагает Фейсбук. Вы можете установить на своем блоге, на своем сайте кнопочку «Лайка». Вы можете установить информацию, которую хотели бы послать конкретно в Фейсбук. Вы можете установить, например, плагин «Комментарии». Мы с вами будем впоследствии в следующих видео устанавливать вот такую кнопочку, которая называется «Лайк Бокс». Этот плагин очень удобен. Выглядит он вот так вот. Если я перейду на свой блог, то вот здесь у меня во вкладке вот именно этот плагин стоит. Посмотрите, он хорош тем, что здесь есть уже возможность сразу подписаться на вашу страницу. Здесь есть та информация, которая опубликована на вашей странице. И здесь есть лица тех людей, которые уже присоединились. Следующая ссылка – это связать вашу страницу с Твиттером. Кликаем по этой ссылке. И перед вами появится вот такой список ваших страниц, рядом с которыми будет стоять ссылка на Твиттер. Кликнув на такую ссылку, вы переходите на страницу «Авторизации». Кликнув сюда на кнопку «Авторизировать», вам предлагается возможность соединиться с Твиттером. Все, как видите, очень просто. После этого у вас появляется вот такое окно, где вы имеете право выбрать, что вы хотите кроспостить на Твиттер. То есть всю информацию, которая будет публиковаться на вашей фан-странице, будет уходить в Твиттер. Но я оставляю здесь все абсолютно кнопочки, пишу «Сохранить изменения». И моя страничка «Блок своими руками с нуля», как видите, объединена уже с Твиттером. Следующая секция – дополнительные ресурсы. Что мы видим здесь? У нас здесь четыре ссылочки. Раздел справочного центра, посвященный страницам. Очень хорошая информация. Практически вся информация по созданию страниц. Мы уже однажды выходили на этот ресурс. Обратите на него внимание. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы все практически эти вопросы можете здесь разрешить. Следующая ссылка – помощь разработчикам. Этот ресурс только на английском языке, но этот ресурс помогает нам разобраться в тех кодах, флагинах, которые мы создаем на наших блогах, на наших сайтах. Это ресурс помощи, объединения наших страничек с нашими сторонними. Следующая ссылка – маркетинг. В этой ссылке вы, кликнув по ней, сразу переходите на PDF-книгу, в которой расписаны все, весь лучший опыт работы с фан-страницами. К сожалению, книга на английском языке, но при желании вы можете эту книгу перевести. Видите, здесь дана полностью вся информация по лучшим фан-страницам и по лучшему опыту работы. Следующая ссылка, последняя ссылка в этом разделе – использование бренда Facebook. Очень часто используют бренд Facebook те люди, которые работают на земле, в офлайне. Вот тут есть возможность прочитать все разрешения Facebook по использованию логотипов и товарных знаков. Если вы действительно собираетесь это делать, то вот этот раздел вам нужно очень тщательно изучить. Но смысл раздела таков. Facebook разрешает использовать свои логотипы и товарные знаки, но только их использовать надо так, чтобы не было видимости, что Facebook вас промотирует или спонсирует. Итак, сегодня мы с вами изучили еще одну опцию настроек нашей страницы. Мы сегодня посмотрели, каким образом мы можем очень быстро и легко с помощью Facebook пригласить людей, поклонников на нашу страницу. На сегодня все. С вами была Смирнова Ирина. Всего доброго! Продолжение следует...